Феникс неплохо против Вайда, он всегда выхиливал Хрона, всегда может поставить яйцо защитное, тоже хилить, и после Хрона надо уже убегать. Конечно, интересно, кого возьмут спаун-тим, уже как раз-таки против Вайда на корр-позицию. Урса какая-то выглядит не так плохо, если забанить условного Веномансера. Но получат вайпера в ответ. Вспомнить про Рейс Кинга. Тоже неплохо. Хотя Вайпер тот же, так же, собственно, с ним делает. Но нужен герой под Эмпауэр, точно, который всех убьет под Эмпауэром. Найкс вроде нет, Свен нет, ЦК может какой-то, ЦК хорош. ЦК? Что ты придумал-то, а? Нагу забанили. Нагу забанили, ЦК. Хаус Кнайт супер хорош. Рубик-линия ЦК достаточно сильная, плюс иллюзии. Плюс на Лину всегда можно с деггера прыгать. И какой-никакой жирный такой герой, 3К ХП будет в Хрона. Не факт, что его и заберсят. Плюс силовик он, да? Феникс же хилит в процентах, соответственно. Да, плюс, по-моему, там стяжка с 20-го левела работает через БКБ или с какого-то таланта. Да, и Линни будет неприятно, Линни будет супер неприятно против этого. Ну, мне кажется, вряд ли это будет ЦК, но ЦК был бы супер хорош. Как и Лишрак. Ну, а кто остается вообще из милишных кэри-героев? Всякие СВНы, но не в мете, Джага не в мете. Да, тут секунда осталась, думаю, мы увидим. Фурион, Фурион. Ну, как это будет стоять все? Рубик Фурион, Феникс Магнус, Тенемид. Ну, и кого полярис захотят взять? Дума? Нет. Кто еще хорошо лейнет против Фуриона? Может, какой-нибудь даунбрейкер? Тиндер должен нормально лейнить против Фуриона. Даунбрейкер здесь вообще хайп. Представь, войд Хрона, да, туда ульта ДБшки. Или если килл... Ну, допустим, если Тинни находит какой-то килл, то ДБ всегда может ультануть. То же самое с Магнусом с РП. Ты просто дашь РП, туда ульта донбрейкера, и... Можно и не убить за счет этого. На начальной стадии. Вообще, хочется, может, какой-то чуть ли не Сайленсер взять. Четверок от Роттаска сделать тройкой. Рубику ломаешь игру. Феникс, Магнус не скомбинят никогда ничего, если будет глобал. Другое дело, что он в целом по игре не очень полезен. Если ни артефактов, ничего у него нет. Не настакал нигде никого, никуда. Ну, в идеале еще какой-то дэмэдж у Хрона взять. Можно вообще взять Энигму. Просто Энигму. Тогда спаун-тим будут на лютом таймере, и они будут обязаны что-то делать. Мирана. Мирана. Оффлайн-таск, да, наверное? Мирана. Бок на таске. Да, все-таки. Оффлайн-таск, Мирана-таск. Дарквилл-войд. Дарквилл-войд, опять слабейшая линия, но там тоже какие-то Магнусы. Магнус Рубик будет стоять. Все-таки Феникс пойдет, значит, с профитом. Терка Феникс, да, получается. Ну, Феникс. Реально, просто... Они еще Мирану добрали, которая тоже липается, разбивает яйцо. Лина это делает. Может быть, это скрытая сигнатурка. Ну, тут хоть ульт не качай. Очень тяжело на Фениксе играть, на мой взгляд. Тут тебе и... Ну, зависит от уровня игры Феникса. То есть, по сути, можно залететь в файт, дать Алибарду линию, условно, если купить Алибарду первой шмоткой, и поставить яйцо. Тогда есть шанс, что его могут не разбить. Ну, знаешь, есть шанс, что его могут не разбить, не звучит как план на игру. Ну, план на игру ты, яйцо, я РП, условно, вот так это звучит. Посмотрим. Наши Магнусы, они иногда могут удивлять нас. Магнусы, они на это и созданы. Чтобы давать какие-то лютые халайты. Чтобы мы были в шоке с тобой. Ради этого героя создавали. Фу, ну да, действительно, поглядим, как это все будет работать. В любом случае, коэффициенты от Бэтбум. 4 и 4 на спаунтим 1.17 на Полярис. Это коэффициенты на вторую карту. Выглядят как... Похожие на правду. Кэффчики. Пошли типы. Бешеные. Тесторонние. Изи. Тренд. Плюс 4xp как бы, между прочим. На всех. На троих. Поздравляем, поздравляем. Так, ну и по линиям вроде бы мы определились, кто как будет стоять. Хотят ли что-то интересное такое делать здесь? Файслес Вольк. Куда пошел? Что хочет? Просто гуляет. Вечерний променад по речке. Почему бы и нет? Будет по ходу стычка за руну, потому что тени как-то так стоит, как будто хочет пойти помочь своей команде. Помогли что? Стрела. Рубик стрелу. Словил еще. Рубик погибает. Разблот для Лины. Боже, ну это медовая Лина, которая возьмет себе после первой пачки бутылку и просто уничтожит. Как после первой пачки? Уже возьмет себе бутылку. Да, румы забрали. Уже возьмет себе бутылку. Как жить дальше? Провенц тебе все показал своим уэслайном. Ну правда, это же будет невероятно больно страшно. Будет много денег у Лины, это правда? Так, ну и линия Перифурион Феникс. Такая довольно любопытная. Не сказать, чтобы я когда-то такую видел за последнее время, так точно. Как мешать этой линии? Можно ли как-то ей мешать? Вообще не выглядит как. Хотя, опять же, залетает таск, туда стрела. Если ты под стрелу попал, то никакой Феникс тебе не поможет. В целом, должны нормально стоять ровно эту линию. Хурион, что-то будет добивать. Таск тоже будет как-то реагрить крипов, добивать рейнджа шардами. То есть, ну, по факту, не такая уж и страшная линия таск Мирана. Но сильная комбинация по игре, в принципе. На топе. Рубик Магнус. И вводит в Дарквиллу. А мы видим, что Рубик нормально так вот. С Дарквиллу хитается. Плюс для себя, как минимум. Разлочен спаун. Можно сделать отвод. Грамотный отвод двух крипочков аккуратно. Если мы левел. Ну, нравятся мне такие вот отводы, когда одного-двух крипов вводишь. Да, особенно на вот этих крипов. Волов-убийц. Ну, они, кстати, почти фулл пачку съедают. То есть, три вола съедают три крипа. Если подденаивать. Ну, в топе, вот знаешь, килл потенциал вообще почти равен нулю. Магнус вайдом. Кстати, нету прыжка вайда. Нету прыжка. Можно поднять. Нету ничего больше, чтобы продлить эту атаку. И всё. Не хватило. Не хватило дэмэджа просто. Но тут не так много спылов, действительно. Ты чего? Подвез, дал волну. Телекинез, фейтболт. Но они, это не все, не помню. Прям дамажившие спылы какие-то бешеные. Хотя сейчас фейтс войдет, конечно, так. Неприятно ему. Тем не менее, его всё равно не забрать никак. А вот снизу фурион заканчивает своё существование. Всё-таки каким-то образом попали стрелой. Всё-таки у фуриона есть пни. Он может постоянно... Просто, знаешь, атаку даже нажимает на Мирану. И не будут попадать эти... Стрелы. Феникс, кстати, замансил от стрелы. Если бы не замансил, то Феникс бы тоже отправился в таверну. Без шансов было бы. 18-7 у Линны. 13-4 у Тини. Ожидаемо, что Минни с Версбадом будет себя чувствовать крайне хорошо. Да там вообще больше стрелы. А что... Что... Что ей сделать в такой ситуации? Ну, чисто пытается её Тини харасить. Но это не очень всё важно, потому что через 15 секунд руна, и, в принципе, Лина пойдёт забирать руну, у неё будет очень быстрый фалькон. И дальше уже... У неё уже есть. Ну, пока он пролетит, да. Но, тем не менее. Как же отрывает она от этого Тини? Очень пассивная игра. Собственно, из-за того, что герои пока не готовы к каким-то действиям, которые бы привели к врагам. Войт тут немножко рисковал, терял полздоровья. Опять же, тут нет дэмэджа, чтобы с него снять оставшуюся половину. Лина левел 5 и фалькон блейд. Какая же она сильная сейчас. Она так спит, просто бешеный. Да, ну и Тини, собственно, приходится просто... Выходишь, даёшь спелл, отходишь на расстояние примерно за вышку. И всё. И тут никак тебя не спасёт то, что у тебя вроде бы много урона. Ну, да, медленная тычка, Лина успевает 2 сделать, пока ты замахиваешься. Сейчас у Лины нет маны. Всё равно, как же она сильно бьёт. Будет ещё, конечно, мана на стан, чтобы продлить пассивку. А, да, либо стан, либо задувка. Ну, это жесть. Тут в 10 крипов разница, если что. Да. И 600 на Творца, но понимаем, да, что 400 из них это ФБ. В принципе, Тини старается что-то добивать. То есть есть у него... Хотя бы 20 крипов. Ему главное не погибать, потому что если он там ещё и помрёт, то вообще, ты же пропала. И в боте. В боте четвёртый левел Таска, 2-2-0. Пока раскачка Мирана. Всё, чуть-чуть себе взяла. Стрела. Что-то пульту. Интересно, что Фурен не качает себе телепорт, оставил скиллпоинт. Зачем же? Он что, ждёт, что... Ему надо будет Спроты в 2 качать или что? Спроты в 2, Астрон. Там Тини. Ай-яй-яй, почти попало. Миллиметр. Там на Тини с Инвизом, да. И как-то бы выйти до Лину, попробовать шмякнуть. Но Лина, 1060 здоровья. Тут ещё и на самого Тини выходят. Аккуратнее. Ну, нужно быть. Не успевает добить крипа. Неприятная ситуация, неприятная. Ничего не скажешь. Так. Бейслос Войт. Прыжок. Могут поехать за ним. Хотят, но надо найти его. Если телекинез не будет тратиться, а он тратиться не будет. Он не будет шок вейва. Так. Так. Две. Одна. Ааа, уехал! Стики, стики ещё есть. Последняя секунда уехал. Стики были использованы. Фейслос Войт. Мансит туда, мансит сюда. Последняя тычка. Ну и хватает дэмэджа здесь. Дарквилл. Дарквилл уже спряталась. Нужно замансить так, чтобы Рубик не получил дэмэдж. Рубик не получил дэмэдж. Ну и Дарквиллу теперь самой нужно быть крайне аккуратной. Фраг, наверное, удастся сделать. Но, тем не менее, успевает. Всё круто здесь сделать. Рубик. А, что? От кого? Катапульта? Да. Блин, он ещё и потратил телепорт. Обидно быть Рубиком в этой ситуации, конечно. Ну, да. Всё так круто сделал, знаешь, там. На одном хп выживает. И потом просто катапульта даёт тычку. Да. Больно. Ну, чтобы как-то немножко эту боль сгладить. Вот вам промокод. DPC называется. Бонус 100% на первый депозит. Клацайте на баннер под трансляцией и регистрируйтесь по этому промокоду на сайте BadBoom. И получайте бонус. Ну, что у нас здесь? Таска охотится на пеньков. Таска уже шестой левел. К Таску вообще приближаться теперь не очень хочется. Особенно, если рядом с ним ещё какая-то Патма. Патма в это время дебоширит в лесах. Подфармливая потихоньку стрелами. С помощью руны волшебства. Ну, а что, вот, не знаю, что делать с Линой? Как будто бы, если вот сейчас, вот именно в данный момент игры, не найти её и не наказать за то, что она очень быстро фармит, то она и будет фармить очень быстро. И вот непонятно, стоит ли сейчас на тине фармить просто в миде, или стоит нажать какой-то смок под телепорт Фуриона условный. Там вниз, да, минус Феникс. Он прилетел ещё и тине, но на тину. А что он хочет? Формануть пачку? Разве что. Других предположений пока я не замечаю. Минус Тавр в топе. Это, кстати, неплохо. Это неплохо. Да, даже неплохо. Магнус Мекка уже практически имеет. Либо будет оставлять до Даггера. Сейчас посмотрим. Даггером можно будет уже прям активно играть. Подвозить под Тинни, подвозить под Рубика. Да, тут, конечно, реально нужно на Тинни очень большие надежды возлагать. Тинни должен сделать игру вначале своим тиммейтом. Иначе, ну вот смотри, идёт он в бот. На Тускара. Что у Тускара? 7 стиков. Кстати, потратил спелы все. Да. Вопрос, хотелось ли ему так сильно тратить, так кстати, минус Мирана. Ага. Нормально. Но Туск просто уйдёт в таком случае. 100 денег дали Тинни за этот килл. Ну побольше, что-то. 215. Ну ладно, ладно. Ещё и Курьер сверху. Но он 3 500 нетворца, конечно. В Даггер. Даггер надо выформить. Просто выформить Даггер надо. Хотелось бы видеть Тинни, который доминирует. Потом выдует баф. Он ещё больше доминирует. Кстати, Магнус. Магнус выходит в блинк. Да, да, да. Я говорю, что у него были деньги. Он решил не покупать себе мега. Он решил поиграть с блинком. В принципе, приветствую такое решение. Любой человек приветствует Даггер на Магнусе. Даггер на Магнусе это потенциальный РП в пятерых. В любой минуте игры. Магнус, да. Вот может прямо сейчас купить. Ну Войд может немножко выпасть из игры. А Войду пока не нужно в этой игре присутствовать. Старик, а идут на Магнуса, но он спалил. Спалил тот самый выход. Войду реально пока в этой игре не нужно присутствовать. Всегда есть Лина, которая если чего всю работу за тебя сделает. То есть по большому счёту единственное, что тебе нужно, это поставить хроносферу так, чтобы Лина била. Всё. Лина, у неё демеджа хватит для того, чтобы всех там спинать. Приколи, миди, заварушка. РП. Хорошо. Стрела, правда, прилетает. Пошёл ультимейт Феникса. Разобьют его или нет. Разбивает ультимейт Феникса. Разбивает лицо Магнусу. Дабл-Кю для Мака. Здесь ещё и трома. Макфера станется, ставится Тинни, тоже никуда не уйдёт. Да не уйдёт. Да ну нет. Да не уйдёт. Будет засыпочка. Покатился шар. Засыпочка есть шарды. И ещё фраг. Для Бока. Ну вот и реализация даггера на Магнусе. Неуспешная. Попытка убить Лина была хорошей, но как будто бы что-то не нажалось. Рубик украл Лип. Плохой спелл. В принципе, если бы он украл какой-нибудь лишний стан. Условный сноубол. Или... Да даже розочки Дарквиллу. Может быть, как-то это бы всё изменилось. Ну что, могут вывести Таска, на самом деле, сейчас. Там фуловый что-то с ним сделаешь. Фуловый Таск с Меккой. Ты вывози, не вывози. Там, как бы, шансов ноль. Хорошо, а что делать? Что делать тогда? Потому что вы уже проигрываете 3К голды. 3К много. 3К много, при этом... Орион ещё вот только-только, по-моему, привозит себе... Мелл Штром. Да, вот сейчас у него появился Мелл Штром. Лина же с этим Мелл Штромом уже нафармила себе полторы тысячи денег. Смаки в исполнении Полярис. Опять выйти. Найдут, возможно, Фуриона, если он пожадничает. Но Травенс... Феникс. Травенс наревили. Ещё и успел уйти. Хорош. Будут смещаться для того, чтобы запушить вышку. 13 минут, уже давно пора. Магнус. Ой, Магнус. Ой, Магнус. Магнус ушёл. Нормально ушёл. Заревилил Мирана, ушёл. Вышку здесь отдадут. Но не страшно, потому что на топе вышку, как мы помним, уже довольно давно. Спушили. С нами спаун. Видит... Видит Дарквилл. У Тени до сих пор нету даггера. Ему очень долго до даггера. Просто смотри, сколько ему осталось. Тени не фармит. То есть он прямо не фармит. 4 500 на Творца. Но не хотим... Не хотим увидеть такого Тени. Надо как-то ему собраться. Ему нужно что? Либо сейчас найти какой-то килл в смоке. Либо просто сказать, так, парни, у меня нужен даггер. Всё, давайте. До свидания. Тут уже грибсы на Таске. 15-ая минута грибсы на Таске. Как жить, если грибсы на Таске на 15-ой? Никак. Просто смириться. Пока вообще не успевает спаун. То есть появился вот этот даггер на Магнусе. Но его не то что реализовать, его в принципе пока негде использовать. Вот сейчас возможно что-то где-то, но Магнус вообще не здесь. Магнус на боте играет. Ну, хотелось ему сделать сюрприз для своих оппонентов. То есть вот там, если бы они Лину убили, возможно что-то бы и произошло. Ну и смог от Полярис на Джек Роя или на Тревенс. В принципе, один дайд. И вновь Феникс, вновь ревил. Хорош, хорош. Ну ты ещё пару дней назад говорил, что Тревенс прям умеет, Магнус. Тревенс хорош. Ну, кстати, в прошлой игре мне не особо понравилось, сколько он сыграл на Транте. Это, видимо, его Тревенс, он могёт на сигнатурках. Это Тренд, у него был всего лишь серебро. А тут мы видим 25-й левел. Рубик у него, по-моему, тоже 25-й левел. Вот на Рубике его прям приятно видеть. Пару пикселей не достал до Варда. Что, Рубик покупает блин к себе? Что он хочет? Что он хочет? Тини тоже с Даггером. И Магнус с Даггером. И что дальше? Ну всё, нужно немножко, так сказать, обсудить ситуацию. Слишком много мобильности за раз. Нужно попуститься. Пообсуждать. Когда вообще чё. Да смаки. Чё, смаки. Попытаться, не знаю, Войда забрать до БКБ. Потому что у тебя есть прыжок Тини про Каст Тини. У тебя есть прыжок Рубика, телекинез Рубика. У тебя есть прыжок Магнуса РП. Как будто бы, если этого дизейбла не хватит, то зачем дальше... Ну, что дальше делать? Да, даже Килл Войда вообще, по сути, ничего не даёт в игре. Нужно вышки собирать. Вышки собирать и чужой лес. Потому что они не фармят свой. Смотри, как далеко заходит Полярис в топе. То есть они фармят полностью свой лес. В то же время, как Фурион дальше, чем вот Аутпост, зайти не может. Три кемпа теряет. Вывезли Драквиллу. Уничтожили Драквиллу. Хорошо, но... И что? Ну, ничего, да. На топе в это время Феникса могут попытаться зацепить. Полетит ли Таск? Стрела. Ой, стрела не совсем точная. Но, тем не менее, дэмэджа хватает. Никуда Феникс улететь не смог. Как бы не остаться. Снял с себя руты. Привезли обратно. Но Таск должен всё-таки погибать здесь. Минус Таск. Хрона. Будет ли Хрона? А дэмэдж Хрона кто он несёт? Забоялся. Да, Линны не было. Бесполезно. Юдль скиллы. Абсолютно. Ничего не отдают в игре. Линна фармит, Войт фармит. В боте никто не фармит. То есть, именно... Тут, знаешь, проблема... Опа. Сюда хроносфера. Сюда фраг на Рубике. Интересно. Потому что может. Ну, а в принципе, почему бы и нет. То есть, Кора он не убьёт сейчас, да, никакого? Кого он убьёт? Магнуса? У тебя 10 сиков Мека. Ну, ты не убьёшь его. Кого он может убить? Да никого не убьёт. Ну, можно было, мне кажется, и без... Хотя без хроносферы, наверное, да, было бы потяжелее. Так, здесь Магнус заходит глубоко. Магнусу скоро Грифсы. Столом запак такой приятный довольно. Мне нельзя сказать, что у него прям бешеное количество денег, но... Отойдёт. Грифсы, это, конечно, хорошо. Ну, как же медленно он фармит, типа, Грипов? Вот смотришь на Магнуса, потом смотришь на Лину. Сейчас Лина доберётся до какого-нибудь. Сейчас, а у Руну посмотрит здесь. Не найдёт Руну. Потом придётся... Начнёт бить Крипчиков. И тут раз, два, три, четыре, минус Крипчики все. На топе в это время съели Мирану. Соло-фраг для Тини. Работал. Какой-то... Да чё, нормально, 4-х-то бабок дало. Да, хотя бы какой-то камбэк для Тини. Минимальный. Низу. Прикольная раскачка у Магнуса. Всего по три. Так, ну это байт. Это байт иначе с профита. Как же они прочитали ситуацию, но спасут ли они его? Да. Спасли. Без шансов. Ну, это... Смог ещё. Это крутые мувы. Смог под вардом, интересно, или нет? Смог чисто. Ну, в смысле? Главное, чтобы он был нажат. Ты пугаешь оппонента тем, что тебя больше нет на нижней линии. Неважно, что ты делаешь. Пойти забрать Рошана сейчас? Мирану, Мирану, Мирану. Мирану срочно убить нужно. Прямо сейчас. Ну, Мирана прямо очень аккуратно стоит. Или лучше Лино. Там для Фуриона прилетел Глейпнер. Опять варды просто шедевральные у команды Полярис. Кто их ставит, это просто гений. Семь элых ставит. В топе смотри какой вард тоже. В миде вард тоже абсолютно всё видит. Видно всех. Сами смог поражали. Сами смог поражали. Ульта войды через 10 секунд буквально. Рубика. Развалили без шансов. Рошан. Рошан. Да, нет РП. Есть яйцо, но нет РП. Ну, яйцо первого левела. Прыжок. Магнус. Магнус минус. Размен на Дарквиллу. Байбэк от Рубика. Начинают бить Тинни. Тинни никуда не денется. Там под БКБ ФСС. Войд на него. Насел. Байбэк от Магнуса. У Магнуса 30 секунд до ультимейта. Теперь нет хроносферы. Теперь хотят ли пробовать? Они как будто хотят. Они прям очень хотят. Подходят сюда. Зацепили Миранку. Миранке очень больно. Засейвили Мирану. Ставят яйцо. Кстати, неплохое яйцо. Добраться до него могут не успеть. Яйцо лендится по четверым. Но нет продолжения никакого абсолютно. И Рошан всё-таки... О, подожди-ка. Появляется РП. РП. РП у Магнуса есть. Они прям очень... Как же они хотят. У Рубика стан Лины. У Рубика стан Лины. Как же они хотят. Но они не могут подойти туда. Минус Рошан. Минус Рошан. Минус Феникс. Минус... Магнус с Байбэка. Ну это всё. Это... Поплава. После первой игры рассыпались, конечно. Спауны. Нужен им какой-то тренер. Не знаю, есть ли у них тренер или нет, который заряжал бы их. Ой. Ну, хоть так. Хоть с Таском могут справиться. Тренеру спаун. Ну, так мы можем попробовать посмотреть. А мы нет, мы не посмотрим. Нигде на условной ликвипедии инфы как будто бы нема. Ну... Перез квалификацию, напомню, спауны проходили на этот турнир. В этот второй дивизион. Так что в целом, я думаю, изначально от команды особо никто не ждёт ничего. Ну, смотри, они проиграли все свои матчи против армии Geniuses, да? И проиграют, скорее всего, Polaris сейчас. Ну, всё идёт к этому, да? 10 тысяч преимуществ и так далее. Но какую борьбу они давали? Что тем, что вот этим? То есть они же реально могли выиграть. Они вели там огромное количество денег. Это показывает то, что они не слабые игроки. Ну, это не пустит их в... Это не пустит их в верхний дивизион. Ну, точно не заставят оставаться в первом. Так. Тут что у нас? Пытался улетать на Geniuses Profit. У Лины вообще под дабл-дамеджем. Не хочется видеть её рядом с собой. Даже вышки. Вышка просто развалилась в секунду. БКБ у Лины. 18-й левел. Войт с БКБ на варде видит куриона. А Войт может убить просто его один. Он же просто его убьёт. Просто начать бить и всё. Ту-дум, ту-дум. Ту-дум, ту-дум. Вынужден был. Опа! Хроносферочка. Много он на фуриона тратит. Прям много на фуриона тратит. Но, тем не менее, минус фурион. Рубик решил, да, оставить хроносферу себе. Нормально, нормально. Сейчас Тени продаст все шмотки и купит Аганим. Туда хрона. Но не, к сожалению, есть Аегис. Так бы можно было реально в Лину поставить хрона. Или они захотят. Потому что есть хрона и яйцо. Могу вообще ничего не боится. Да, комбинация хорошая. А там две с половиной минуты Аега. Как жить, если вот так вот. Надо убивать ее один раз. А на второй раз ставить хрона заранее. Чтоб она БКБ не нажала. Потому что БКБ, он первый раз не захочет нажимать 100% на линии. Ехе-хе. Ну, пока есть небольшая возможность выдохнуть, так сказать. Расскажем вам про бонус 100% на первый депозит. Регистрируйтесь на сайте BadBoom по пармокоду DPC. И получайте этот бонус. Смотри, в боте. Что будет? Что будет? Что они хотят? Не знаю, что они хотят. Магнус! Магнуса хотят потерять. Туда? Феникс застрял. Магнуса потеряли. Феникс. Уже нет возможности уехать. Вот она. Сейвовая хроносфера. Просто для того, чтобы не все погибли. А Войт умер. Тем не менее, Войт, да, за прокаст Тинни просто отъехал. Тинни пока злой в плане прокаста. У него хватает для того, чтобы Войта шлепать. Дело в том, правда, что... Как-то не могут найти подход к началу драки с Паунтим. То есть у них вроде бы миллион даггеров. У них есть возможность инициировать как угодно. Но почему-то у них это не получается в большинстве случаев. Мы видим уже не первый раз, что Магнус прыгает. И где-то у него не выходит нажать кнопки. Фурион в боте. Фурион в боте на развороте. Да, он только-только огоним себе взял. Ага. Сбил тп. Сбил тп. Но Дарквину не уйдет отсюда. Потихоньку, помаленьку. Но все равно 12 тысяч. 97 на 3 дает бота плюс. Ну да, да, да. Это понятно. И Лина дальше будет делать себе фильвер, судя по всему. Есть у нее два начальных слота. Лотар появляется. Судя по тому, как близко находятся герои. Я подумал, что может смоки какие. Но смоков вроде ни у кого нет. Курьере смоки. Курьере телепорты. Ну то есть просто вместе решили потусить. Кого бы и нет. И команда. Аегис. 8 секунд у нас. Так. Ну да, минус Аегис. Там будто в Биринг на Дарквиллу. Прикольный предмет. Почему им интересно именно так? Чтобы... А почему бы и нет? Бафнуть, вайда в хроносфере. Ну, разве что. Мне кажется, какой-то... Если ты именно для этого собираешь, можно SolarCrest себе взять. Забытый несколько предметов. Ну, Boots of Bearing на самом деле... Неплохо... Ну... Он, в принципе, это то же самое, что обычные барабаны. Только лучше. Но они прикольно выглядят. Ну и заряд у них вроде останавливается там что-то. Заряд каждые три минуты или что-то такое? Да, да, да. Они бесконечные хотя бы. И то, что... Нет. Мы знаем теперь, что и обычные барабаны тоже бесконечные. Да. Дарквилл. Трикотин из ДД. Стрела мимо. Тенни из ДД. Надо прыгать. Убил. Плохо. Что дальше? Вот, блин, убыль. Дальше... Дальше будет Оганим у Тени сейчас. Непонятно. Оганим и Тени под Эмпауэром, между прочим. Все, это будет в РП. Пятерых. Будет больно. Нет, если так ставить вопрос туда, так рабочая схема. Но вот как бы так РП поставить пятерым, потому что последнее время мы видели, что РП в принципе так себе ставится. Прям так себе ставится. То есть прям не ставится. Это разминочная. Ой. Войт. Какие классные варды у Полярис. Посмотри, в топе и внизу прям видно, когда герои выходят далеко, чтобы пофармить. И их будут ловить на этих вардах. Шикарный вардинг. Симау вообще красавчик. Да, как тут успевает везде все. Так что его еще не видят, не девардят это дело. Прям классно. Что, тяни с аганимом. Да, нет крытов. Но... Все равно. Еще и нашел вражеский вард. Ну что. 30 секунд до желтого таймера на Рошана. Падает энчант Кивер. И, кстати, Кивер для Лины штука приятная. Но у нее Бриганс Блейд тоже максимально полезная вещь. Ульт под мы. Под своим вардом находится Феникс. Вот тут Фурион летел. Феникс находится под своим вардом. Понимает, что надо отсюда текать куда подальше. Фурион действительно уже не тут. Магнус пока ничего нового не появлялось. У него... Ой-ой-ой. Стрела на Магнуса. Ну и ничего нового у него не появится. Фурион БКБ у нас есть. Там как бы... С одной стороны БКБ круто. А с другой стороны там Войт и Лина. Ботя, Ботя Лина ловит уже... Да-да-да. Еще и стрела... Ой-ой-ой. Стрела почти. Он убил БКБ. Он убил БКБ. Если бы стрела еще долетела, то там бы вообще было бы суперкрасиво. Стреле немножко не хватило времени. Хорошая попытка на самом деле. Ну опять же, БКБ так и не было принесено. Две минуты без него еще для Джекроя. Смотри-ка, в топе Акаши запрятался. Может кого-то найти там. Ой, хроносьяночку можно. Вместе с Линой. Они видели. Они должны были видеть, что здесь где-то находится Тинни. Сбили Тинни ТП. Но не знают об этом, судя по всему. В это время Рубик все-таки минус. Скади для Фейслес Войда. Уже. Как же много у них у всех денег. Да, но пока попахивает всем, что будет Рошан второй. И, возможно, заход на ХГ. На ХГ. Все, когда пойдут в команду спаун-тима, они будут только рады. Только Тинни идет закидывать палки. Или идет воровать Аегис. Тинни не идет ни туда, ни сюда. Тарт забирает себе пока Дарквиллу. Активирует, собственно, она же. Что делать? Как жить? Что должно произойти? РП должно произойти. Мы давно реально не видели РП. Возможно, сейчас на топе получится что-то сделать. Он видит на ворде войд всех. Видит на ворде. Он не жмет вообще ничего почему-то. Угу. Ладно. Ну, это хорошая цель. Это хорошая цель. Хорошая реализация РП. Другое дело, что вам за это снесут Тир-2 в боте. Тир-3, возможно, в боте. Зная, что у противников нет ничего. Ну, хотя бы стянут вас туда. Идея в том, чтобы стянуть. Аганим появляется у Таска тем временем. Теперь вообще непонятно, как жить. Да, особенно начиспрофиту. Ну что, на самом деле они могут без Вайдана ХГ пойти. Да, да, да. Ну, как минимум, надо туда телепорты, чтобы сделал противник. Или попробовать найти Магнуса. Лина, смотри, в топе. Сейчас, возможно. Нет. Кто-то пинганул. Что, видели телепорт Лины? Опа. Так, поможет ли это? Не поверил. Он не поверил. Вообще без Лины? Пока без Лины. Может быть, какое-то что-то где-то куда-то. Вообще можно, можно. Смоки. Но у Лины уже КДТ-3 секунды. Лина 2-3. Да, да. Да, да. Она уже летит. Это тебе не первое. Это второе. Что, Джек Ройс? Маке. Не нажимает ВКВ. Огибает, да. 70 секунд. Будут форсить байбэк. А его нет? Да. Но форсить-то должны. И куда идут спал вообще? Что они хотят? Подальше. Да страшно. Страшно. Боятся полярис идти на ХГ. Что, полярис боятся? Я вообще не понимаю. Они знают, что нет... Ну, они примерно понимают, что нет РП, нет Фуриона. Что им может помешать? У вас почти 3 минуты Айегис на линии. Есть ханосфера. Подожди. Сейчас есть момент Тоса и Скювера под фонтан. Ити не забоялся. Под фонтан это, конечно... Не, ну, хотя бы вот ближе к трону. Это явно будет лучше, чем просто Лина стоит и бьет вам базу. То есть, по факту, можно поднять Лину, потом ее заскьюверить, а потом тоснуть. А можно заскьюверить и умереть. А можно Тинни без байбэка просто умереть. А можно Тинни, да, тоже закончится здесь. Ну, даже не понадобилось с пылы тратить, по большому счету, команде Полярис. Все. Ну, то есть, потрачено ульт Дарквиллу. Хорона есть? Есть. Утаска, прыжки, пинки есть? Есть. Ну, как-то... Спаун действительно расстроились. Молодец Лина, что нажал бы КБ. Потому что, если он не нажал бы, его бы тоснули еще куда-то. А там уже непонятно, что дальше было. Что дальше происходило-то. Команда бы сильно потеряла позиционку. А так он просто взял и убил Магнуса, который его вывезет. Да-да-да, он с Магнусом справился, с второй стороной справляется. Третью пока не разрушить, потому что там Тир-2 стоит. Но это не большая проблема для Полярис. Но, с другой стороны, мы видели, как игры переворачиваются. Например, предыдущая. Там тоже порядка 25 тысяч было. А здесь есть камбэк-механика. Тут есть Магнус, тут есть Феникс. Шансы с таким пиком присутствуют. Хотя, конечно, с каждым разом они становятся все меньше и меньше. Не, шансы минимальны. Вообще, вот тут, я не знаю, сколько кто-то плюс дает. Мне кажется, тут 100 на 0. 100 на 0. Так и есть? Да. Ну вот. Потому что здесь... Ну а как выиграть? Вы играете еще и против Вайда. При всем при этом. Здесь не только Лина вот этого, да, огромная. Еще и Войд есть. Который, это еще его не пиксил и далеко. У него еще два слота можно купить. Да, Войд два с половиной. У него там еще Майлстром недоделанный. Ну вот Мелонер Аму летит как раз. То есть, дойдет Войд до 25 левого плюс два слота. Еще у Лины как бы плюс слот один есть. И таск 25. Ну в общем, да. Тут я даже не знаю, что нужно сделать. Тоже на два раза дать РП в пятерых. Вот сейчас дать РП в пятерых. Пойти по миду. Дать опять РП в пятерых и сломать трон. Я не знаю, как еще. Ну либо своровать Хрона. Своровать Хрона. Поставить Хрона. Своровать Сноубол. Засейвить кого-то... Там, не знаю, от Лины подождать ее ВКБ. Ну что-то такое. В общем, какие-то варианты, конечно, есть. Но как-то пока все прохладно. Хрона привязка от Спраут. То есть, ВКБ теперь телепорты не нажать. Но у Лины есть заранее пика. Против этого Вайда Кулинг Блэд. По сути, не страшно. Готовят пока плацдарм для дальнейшего наступления Паларис. На своего оппонента. Видим, что какие-то вардики ставятся. В принципе, стягиваются под верхнюю вышку. Смотри, как же Крой видит на варде. Ну и что? Он, конечно, старается. Он старается, но... Этих стараний недостаточно для того, чтобы выжить в этой ситуации. В это время одновременно. Мы видим, что лишают жизни Магнуса, который не смог ничего даже постановить. Здесь живые Дарквиллы и Мирана, на которых какая-то могла пойти агрессия. Все фуловые просто. Спаун, да. После первой карты, конечно, немножко размазал их. Я надеюсь, что они сделают какие-то выводы. Но, судя по всему, если они эту игру проиграли, то в первой дивизион они уже не выходят. Никаким образом. Потому что есть Полярис и Арми Джинниус, с которых просто больше уже побед, чем вообще мог когда-либо сделать спаун. Так, Лина. Лина минус. Хорошо. Пошел байбэк от Магнуса. Пошла ультимативная. Пошло у нас также еще и Реверс Полярити. Хроносфера ставится примерно 0 дэмэджа. В эту хроносферу залетает Феникс. Конечно, наверное, погибнет. Потому что там башики. Ну и даже и Феникс, кстати, не умер. По итогу летит тычка. Ладно, Феникса добрали. Продолжение. Смотри. Тычки летят. Тинни-то раздает. Да, но. Дейдался Тинни. Да, но. Две стороны никто не вернет. Надо верить. Дейдался сейчас прилетит. Может прилететь. Тинни есть байбэк, правда. Хочет ли Тинни оставить себе на байбэк деньги? Нет, Тинни должен брать дейдался Рапиру. Нет, Тинни должен брать дейдался Рапиру. Нет, тут безоряд. Или на бай. Нет. Ну разочек. Нет, нет, нет. Должен идти покупать этот дейдаллс. И вот он. Пошел купил дейдаллс. Нетерс профит уже... Как-то не знаю, какой-то у него бьет. Вообще нет дэмэджа. Какая-то кираса странная появилась. Спилпризма. Только полезная. А, для Тинни неплохой предмет. Здесь. Ну что, представь, сейчас Лина полетит. Стоп и умрет. Просто представь себе это. Без байбэка. Да ну нет. Ну, сложно представляемо. Лина полетела в топ. А давай я-ка представим. Лина полетела в топ. Зацепили Лину. Да ладно. Да ну нет. Живец. Чуть-чуть не хватило. Одного полена не хватило, чтобы добить Лину. Фуриона нет. Не поверил он. Был бы Фурион со своими тычками. Со своей кирасой. Она бы умерла. От байбэка. Сармора вот этого. Лина умирает без байбэка. В такой ситуации. Хрона нет. Вы идете сбить в сторону. Вы камбэкаете. Вы там ждете Рошана. Но нет. Тинни умирает без бая. Идут на последнюю сторону. И походу это ГГ. Задумка была классная. Да надо рисковать. Надо рисковать. Надо рисковать в таких моментах 100%. Потому что просто вот сидя на базе с таким преимуществом вы не... Такое преимущество вы не отыграете просто. Одного полена не хватило. Какая боль. Ну тут тоже их аэносфера тоже откатывается. И в принципе все готовы дальше сражаться. Нету Глифа. Третья сторона. Там оглушение по рубику прокнуло. Трила долетела. Прыжок вперед-назад. Ничего не стесняется. Фейслесс Войт. Ну слушай, до тени они дотерпели. Практически. Практически дотерпели до тени. Милишный барак жив. Рошан стоит. На Рошане должна быть заключительная драка какая-то. Как-то нужно идти драться на Рошана. Обязано. Обязано быть заключительная драка. Мог, по-моему, на крипах. Ну это такое, знаешь, уже, мне кажется, смог отчаяния. РП в пятерых нужно. Магнус Даггер по тро... А, это фликер. Так, РП в пятерых нужно дать. За всю боль. Рэд НТП. Там в бэклайн. В бэклайн вошла Лина. Зосы вели, кстати. Да, минус Рубик. Но Рубик может бэйбэкнуться в случае чего. Вот она, должна быть. Вот она, реверс полярити. Но разбивают лицо Фениксу в том числе. Лина живет каким-то чудом опять. Но боль чуть-чуть не хватается всем. Хроносфера ставится больше по своим, чем по тюжим. Но ставится хроносфера также еще одна. Ответная от Рубика, что ли. Я не понял. Но ГГ в любом случае. Дважды не хватило прям вот, ну, кропалей каких-то для того, чтобы иметь шанс перевернуть эту игру. Старались, старались. Спал на второй игре. После первой, видимо, жестко поплыли. Ну, тоже. Ну, что? Вы отдаете Лину, берете Феникса с Магнусом. Ну, что у вас? Как дела? Ну, что ж, давай поздравлю тебя, что ли. У нас с тобой 10 игр, и ни одна из них не длилась три карты. Ни одна. Ну, поздравляю, поздравляю, поздравляю тебя тоже. Вот здесь, в принципе, Polaris прям так же играли, как и в предыдущей игре. Десятая минута. Первый Нетворс Лина. Ну, там, кстати, 10-й первый таск. Любопытно. Двадцатая, первая Лина. Тридцатая, первая Лина. Сороковая, первая Лина. Везде первая Лина. И демиджи у Лины, давайте посмотрим внимательно. Больше всех в команде. Больше всех... Не на карте, кстати. Тинни там чуть больше накидал. Но, тем не менее. Забрать ее получилось всего один раз. В общем, как-то, ну... Фестиваль имени Лины сегодня. Четыре игры, четыре Лины. Одна проиграла, по-моему, в прошлый лет спаун как раз. Да, и не сказать, что есть какой-то, ну... Крутой ответ, крутой раздрафт на эту Лину. Ну, по крайней мере, они не показали, что это работает. В любом случае, Polaris у нас также идут теперь 4-0. Правильно ли я понимаю? Да. Polaris вместе с Army Genius'а с 4-0 идут. И это прям вот полноценные фавориты, полноценные номинанты на то, чтобы выйти в первые дивизионы. В дальнейшем уже показывать себя там каким-то образом. Ну, а... А по сути, им никто ничего больше противопоставить не может. Мне кажется, они уже закрепили свой выход в первую дивизиону. Давай сейчас посмотрим, сколько матчей в целом осталось командам. Кто может что вот противопоставить? Вот Miss Avenue Gaming. 4 игры сыграли, 3 осталось. То есть у них может быть... 5-2. Да, у них может быть 5-2. То есть чисто в теории, ну, математические шансы имеются, так скажем. Если Polaris там проиграют кому? Даже у тех же Spawn Team имеются шансы. Они тоже могут быть 5-2 по итогу. То есть математически возможно такое, что Army Geniuses и Polaris, вот проигрывая все оставшиеся матчи, они никуда не выходят. Другое дело, что шанс на то, что они проиграют все оставшиеся матчи, он, конечно, крайне низок. Ну, тут что поделать. Да, потому что будут играть Army Geniuses против Херхи. Там, думаю, 2-0. Polaris будет играть против Atlantis тоже самое. И что потом? Ну, Херхи против Магов тоже самое. Ну, то есть непонятно. Мне кажется, должны вот эти две команды уже как будто бы 100% все гарантировать выход в 1-дивизион. Ну, посмотрим на это мы чуть позже. Сегодня же матчи закончились. Мы с вами прощаемся. И буквально послезавтра, в воскресенье, мы с вами встретимся на новых трансляциях Юго-Восточной Азии. Всем пока. Всем пока.